Больше месяца у меня данный смартфон. Спектр эмоций от его использования бывает разный. Смарт конечно приносит радость, но и без придирок тоже не обошлось. Во-первых, я познал гугл камеру, ведь в обзоре я ее не пробовал, все было как из коробки. Я обязательно покажу разницу и поделюсь своими впечатлениями по данному поводу. Сейчас же пора рассказать об опыте использования больше чем через месяц. Только правда и никакой похвалы за просто так. Поехали! Корпус данного смартфона выполнен из пластика и стекла, точнее стеклянного покрытия на задней панели, а торцы пластик покрытый глянцем. На практике смартфон действительно оказался стойкий к царапинам, что спереди, что сзади. Я показываю вам его сейчас крупным планом и на глаз чего-либо неприятного на нем не появилось. Даже с выступающей камерой тут все хорошо. Хотя скажу, что обращался с ним очень аккуратно и не клал его в карман вместе с ключами или мелочью. И уже рефлекс такой выработался, проверить карманы перед этим и не ерзать смартом по столу. Но поверьте, очень важно то из чего сделан смартфон. Ведь я уже рассказывал вам о Redmi 7, младшем брате данного смартфона. Скажу вам, что даже в чехле на нем через день использования уже появились микроцарапины, если присмотреться. А все из-за моды на глянцевое покрытие, часто пластиковое. Так что тут уж спасибо, что не удешевили материалы. Лучше переплатить, чтобы девайс радовал глаз. Глянец пачкается конечно, но вытирается хорошо, даже в кармане. А то насколько отпечатки будет видно, зависит конечно также от цвета корпуса. На черном было бы заметнее. Правда с чехлом то и вообще по барабану. Напомню, он идет в комплекте со смартфоном. А так он довольно красивый, по крайней мере в синем цвете мне нравится. Но насколько это практично? Скользковат? Да. Но ничего криминального. А если использовать чехол, то и вообще разницы нет. Но и без чехла он у меня ни разу не падал. По поводу габаритов. Мой основной гаджет, которым я уже успел попользоваться, Mi Note 3 от Xiaomi. Так вот, Redmi немного повыше и потолще. Это ощущается. Хоть и разница на первый взгляд не очень большая. Конечно смартфон побольше, менее удобен. Толщина тоже играет роль. И я не могу назвать Redmi Note 7 очень удобным в плане эргономики. Хват по удобству тоже средний. Есть смартфоны более удобные. Но понятно, что люди, которые берут смарты с большой диагональю, должны понимать, что идут в чем-то на компромисс. Так что грех жаловаться. Зато экран большой, яркий, Full HD, с хорошей олеофобкой. Также довольно стойкий к царапинам, что не может не радовать. При такой диагонали очень кстати и управление жестами. И я настоятельно рекомендую пробовать переходить. Даже если вы заядлый консерватор и вам нужны кнопки. Так гораздо удобнее. Не нужно никуда тянуться, все сразу под рукой. Потому в этом плане большой экран только плюс и пользоваться им комфортно. В оболочке все продумано. Сам экран в ясную погоду читабельный. Яркости хватает. Нижний порог тоже подойдет для полной темноты. Этим Xiaomi славится. Также хочу обратить внимание на правку баланса белого. Я люблю, например, более теплые экраны. Они меньше утомляют глаза, если долго лазить и читать в интернете. Тут все легко настроить, будь то более холодные или более теплые оттенки. И качество экрана не вызывает нареканий. Пацаны вообще, ребята, классно вообще. А вот что вызывает нарекания, так это данный выступ. Все дело в том, что я предпочитаю какую-никакую симметрию, когда смотрю видео с YouTube, например. В данном случае скрыть выступающую фронтальную камеру нет возможности в настройках оболочки. Да, привыкаешь. Да, перестает мешать. Но блин, раньше же можно было это делать, почему тут нельзя. Оболочка постоянно обновляется, но это фиксить они и не думают. Типа тренды, пользуйтесь. Мне не нравится такое решение, благо хоть в играх под выступ обрезается. Понимаю, дело вкуса, может кому-то и в кайф. Пишите в комментах, раздражает выступ или наоборот по кайфу. На стиле, так сказать. Также не забываем, что тут есть инфракрасный порт для управления техникой и кому-то он может хорошенько пригодиться. И особая благодарность за то, что не убрали 3.5 вход под миниджек наушников. Поверьте, у меня эти переходнички валяются по дому и не раз приходилось искать, чтобы послушать смартфон через наушники. Не раз радовал меня разъем Type-C. Нововведение для данной линейки. Это реально кайф, когда ставишь на зарядку, не важно какой стороной. Казалось бы мелочь, а нет. У меня есть несколько блоков быстрой зарядки. Я проверял зарядкой Mi Note 3. Она реально работает. Время зарядки на ваших экранах. Но в комплекте зарядка обычная. С ней он заряжается более 2 часов. Самой же батареи на день хватает с запасом. Но чтобы хватило на 2 дня, это у меня бывало очень редко. Прямо если использовать очень щадяще. И то всякие мессенджеры в фоновом режиме высаживают батарею аж бегом. Так что чудес ждать не стоит. Мне главное, чтобы хватало с утра и до ночи. И он с этим справляется. А это главное. Производительность. 660 сна проявляет себя до сих пор с самых положительных сторон. Хоть он уже давно на рынке, даже очень. Но все еще тащит. Конечно не флагман, но мне хватает. В плане быстродействия тут все отлично. Оболочка отзывчива. Все открывается быстро. Затупов нет. Не последнюю роль играет то, что тут 4,64 гигабайт памяти. Потому и открытые приложения будут держаться дольше. Я думаю, что это самый оптимальный выбор. Я постоянно играю в игру танки, например. Это довольно требовательная игрушка. Все стоит на высоких, трава отключена. Играть вполне комфортно. Хотя в пылу битвы иногда FPS проседает. Но не критично. На средне-высоких можно играть в любые игры. Причем по долгу. При этом смартфон не греется сильно и не троттлит. Хотя батарея тает быстрее, конечно, чем если просто серфить в интернете. Теперь о камерах. То, что я прокачал его гугл камерой, я уже говорил. Теперь пару слов, что изменилось. Начну с того, что как я и думал, профита в две головы нет. В сравнении со стоковой камерой. А то, о чем кричат всюду, что с гугл камерой он просто камерафон. Это из разряда один сказал, остальные подхватили. Я даже как получил смарт, сам наслушавшись хвалебных отзывов. Прям как медом по губам. Ожидал большего от камеры. Но, ребята, я хочу быть предельно честен с вами. На стоке данная камера очень неплохо фоткает. И за эти деньги он реально один из лучших даже со стоковой камерой. Но давайте теперь наглядно сравним сток и гугл камеру. Первое фото. Дом, небо, деревья. Там, где есть подпись, это стоковая камера, где нет гугл. Итак, какие отличия? Стоковая камера в целом чуть светлее сделала фото и перенасытила своим искусственным интеллектом листву деревьев. В остальном, в четкости и резкости они очень схожи. Дальше у нас сирень. И опять видно, что стоковая камера делает снимок чуть светлее и насыщеннее. Даже больше, чем на самом деле. А разницы особо опять нет. Следующее фото. Так как мы заметили, что родная камера делает фото светлее, имеем следующий результат. Пересвет на цветках в обоих случаях. Хотя на гугл камере меньше. На нее все же удалось сделать фото без пересвета, тапая на цветки. Но все вокруг стало темнее, как будто вечер. Это косвенно свидетельствует о невыдающемся динамическом диапазоне модуля камеры. Теперь ухудшим освещение. Гитара в комнате. На первый взгляд одинаково. Но сделаем кроп и уже видно, что гугл камера вытягивает больше деталей. Тут она себя и проявляет. Родная камера больше мылит. Удостовериться в этом нам поможет этот темный угол. Кропнем на вазочку и видно, что больше деталей дает гугл камера. Теперь прочитаем надписи на звуковой карте. Тут родная камера больше их замылила. Фото против света. И опять картина повторяется. Родная камера делает снимок светлее, повышая ISO и даже выдержку немного. И понижая детали. И наоборот, темнее в гугл камере. В общем, как вывод, гугл камера будет давать немного больше деталей при недостатке света. А на улице разницы особо не будет. Но ссылку на мод, где можно скачать, я оставлю в описании. По фронталке же вопросов нет. Она тут просто отличная. Об этом я говорил в полном обзоре. Теперь видео. В гугл камере доступен режим 4К 30 кадров. Можно выставлять битрейт вплоть до 100 мегабит. Хотя какой бы не был битрейт, все равно выше головы данный сенсор не прыгнет. Качество видео посредственное. И опять-таки, динамический диапазон довольно низкий. Кто не понимает, о чем я, это когда небо выжженное, внизу все видно. И наоборот, небо видно, внизу темнота. Простыми словами, много пересветов и темных участков. Так что за видео я не буду хвалить данный смартфон. Он снимает его точно не лучше предшественника Redmi Note 6 Pro. Итак, друзья, 4К 30 кадров позволяет снимать нам гугл камера. Электронная стабилизация тоже есть. Поток видео я выставил 50 мегабит. Я не знаю, повлияет это как-то или нет. Посмотрим. В общем, 4К 30 кадров. Фокусировка. Но в фото части все очень даже неплохо. Особенно в недостатке света. Хотя днем на фото он тоже может баловаться пересветами. Я сравнивал данный смартфон с Meizu X8. Так вот, в некоторых режимах он мне даже больше понравился. Посмотрите, если вам интересно такое сравнение, подсказка будет сверху. Звук в смартфоне это очень важно. И тут он хорош целиком и полностью. Разговорного динамика хватает запасом. Даже тише иногда приходилось делать, чтобы не слышали окружающие. Мультимедийный динамик радует. Как для смартфона он отличный, громкий и даже слегка более басовитый, чем большинство конкурентов. По звуку отлично. Также испробовал его как навигатор. Спутники ловит отлично. И если его откалибровать, покрутив восьмеркой, то даже направление показывает ну очень точно. Ни пешеход, ни автомобилист не заблудится с гугл-картами. 3G, 4G работает отлично. Так и должно быть, ведь это глобальная версия. Если присматриваетесь и вам нужен смарт надолго, советую смотреть в сторону 4,64 гигабайт версии. Не пожалеете. Поснимать вам захочется или поставить парочку увесистых игрушек. Единственное, чего мне не хватает в нем, кроме мелких перечисленных по ходу косяков, модуль NFC. Это удобно в наше время, а его тут нет. А жаль. Так что аппарат меня не разочаровал за это время. Но и не сказать, что я в безумном восторге от него. Свои плюсы и минусы у него есть. И ваш выбор тоже зависит от ваших потребностей. Если вас интересуют цены на него и у нас, и на Алиэкспресс, то можете ознакомиться по ссылкам из описания. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Если жить не можете без гаджетов, тогда давайте к нам через подписку на данный канал. До новых встреч и всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok